При входе в 20-ю школу стенд с надписью «Памяти героя». В этом году, 24 октября, исполнилось 20 лет со дня гибели Константина Васильева. Его имя стало известно после трагических событий, которые произошли на Дубровке в Москве. Константин Васильев, услышав о захвате заложников в здании театрального центра, решил освободить людей ценой собственной жизни. Он вступил в переговоры с террористами и предложил себя в обмен на детей. Боевики расстреляли Константина в упор. На момент смерти ему было 35 лет. Мы его считаем героем, действительно. И со слов учителей, это был очень ответственный, очень душевный человек, который действительно любил родину, любил своих родителей, был спортивным, опять же, глубоко верующим человеком. Подполковник юстиции Константин Васильев – наш земляк. Учился он в 20-й школе. Экспозицию памяти открыли в его родной школе в первую годовщину гибели Константина. Личные вещи героя музею передали его боевые товарищи и родственники. Китель Константина Васильева принесла в школу его мама, ныне покойная Надежда Степановна. Ежегодно в этот день педагоги рассказывают ребятам о подвиге мужественного и решительного офицера. Проводят экскурсию по уголку памяти. Он хотел спасти многие жизни и обменять себя на детей, которые там были. Похранили его в нашем кладбище. И когда его хранили, там был запах яблок. Заложников на Дубровке в Москве захватили 23 октября 2002 года. Группой 40 вооруженных чеченских боевиков удерживало в течение трех дней 916 человек из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра. По официальным данным, при теракте погибло 130 человек. В 2004 году подполковник Константин Иванович Васильев посмертно награжден Орденом Мужества.